Куда пойти учиться? Вопрос выбора будущей профессии, тема горячих обсуждений и жарких споров в семье, где есть выпускники. Как выбрать правильный и перспективный вуз в эпоху, когда профессии стремительно исчезают и какие качества в этой связи необходимо в себе воспитывать? Этим вопросом был посвящен семинар «Помоги своему ребенку поступить правильно». Мы говорим о психологических особенностях поколения Z, о том, как помочь ребенку справиться с волнением и стрессом в самый сложный период его жизни, в период вступления в вуз, в период окончания школы. Мы говорим им обязательно, что нужно познакомиться о том, кто преподает на этой программе. Мы говорим о том, что сейчас абсолютно открыта информация, какие университеты существуют в базе практик. Мы им говорим о том, что сейчас также в доступе информация о том, куда можно пойти работать, получив эту специальность, и с какими компаниями сотрудничает то или иное учебное заведение. Немаловажным является научная деятельность университета, потому что те гранты, те, так скажем, лаборатории, которые существуют в университете, они тоже дают мощный толчок для развития молодого специалиста. Иногда кажется, что вопрос поступления в вузы больше всего волнует родителей, нежели самих выпускников. Эта проблема действительно относится к категории вечных, но и с этим можно справиться с помощью психологов. Каждый делает выбор сам, и ребенок имеет право сделать выбор самостоятельно и потом нести ответственность за этот выбор. Тем более, правильного или неправильного выбора быть не может. Сейчас настолько все быстро меняется, что ребенок потратит какое-то время, переучится и найдет себя. Потому что это в любом случае поиск. Никто не знает заранее, кто он и что ему будет интересно через 5 лет. Все мы меняемся. Очень много тревог у родителей. И это отдельная работа. Потому что мы так тесно слеплены с нашими детьми. Мы на моменте их сепарации эмоциональной, в моменте подросткового возраста, тоже переживаем ряд состояний. И родителям сложно. Сложно, потому что они воспринимают выбор ребенка о профессии, да, или способность пережить какую-то экзаменационную часть, как свою. Проблема выбора учебного заведения – задача трудная еще и потому, что некоторые профессии постепенно вымирают. К тому же, обладатели дипломов часто не работают по специальности. В этой связи эксперты рекомендуют не только изучать профильные предметы, но и воспитывать в себе умение адаптироваться. На сегодняшний день ряд профессий будет вымирать, и какие-то деятельности будут уходить со своей ненадобностью, потому что технологически можно решить этот вопрос. Но особенности профессии будут связаны именно с эмоциями. Именно эмоции делают нас людьми, делают нас индивидуальными, с собственным опытом, с собственными переживаниями, делают нас уникальными. И уникальность профессии, и как ты будешь представлен профессией в мире профессий, в будущем будет подчеркнуто именно твоей уникальностью. Профессия блогер – да, одна из самых востребованных профессий на ближайшее время, 100%. Блогеры, влогеры и все, кто делает маленькие короткие видео. Сейчас, как стало известно, ТикТок вышел на первое место среди социальных сетей в Европе и в США, и поэтому все, что делается в ТикТоке, будет трендовым еще в ближайшее время. И если сейчас блогер – это популярная профессия, стоит задуматься над тем, что с ней будет через 3-5 лет. Быть может, умение общаться с аудиторией в соцсетях станет обязательным навыком для профессионалов самых разных сфер. Пожалуй, главный универсальный совет как для выпускников, так и для их родителей – это научиться преодолевать страх перед неизвестностью, быть открытым ко всему новому, но и готовым к неожиданностям, как показывает нынешняя ситуация.